Здрасте. В общем, Близзарды обновили патч на тестовом сервере. Это еще не в лайве, неизвестно, когда выйдет в лайв. Смотрим, какие изменения они предлагают. Апдейтит апрель, 25 числа. Баги, хуманы, аркан, вышка магическая, выжигает по героям не 16 маны, а 14. Пофиг. Ну, то есть нерф, но не суперзначительный пойдет. Рыцари и грейт на клинки для рыцарей больше не требует ламбермила. Ну все, можно коней строить без лесопилки, заживем. Грейт на клинки повышен по стоимости со 100-100 до 100-175. На 75 леса больше? Зачем? А главное, нахрена. Окей. Длительность полиморфа по героям снижена до полторы секунды. Ну тогда, если полиморфа можно будет использовать только для того, чтобы ульты сбивать против эльфа, например. Если игра затянулась, но не вижу никакой в этом проблемы. Окей. Арки. Тролль хэдхантеры. Базовый урон снижен с 22 до 21. Нерф урона хэдхантерам. Напрашивался. Я думал, что лучше хпм снизить, но окей, нужно и так. Нормально, нормально. Хилварды. Мана кост снижен с 200 до 150. Это круто, потому что хилвар теперь может будет Вич-доктор кидать сразу, когда выходит. Ну, с двумя агрейдами. Это прям убер круто. Таурен. Время строительства снижено, повышено с 39 до 44 секунд. То есть они оставляют Тауренов на Т2. Ну, земля им пуховиком, что я могу сказать. Бред полный. Нерфят базовый пульверальс немножко и повышают время строительства Тауренов, но оставляют их на Т2. Не понимаю логики переноса Тауренов на Т2. Это забей. Они хотят это оставить. Итого по аркам. Нерф хэдхантеров на единичку урона и оставляют Тауренов на Т2. Это не сильно на игру повлияет. Это просто мелочь для Рафлан Страт. Это сильно может повлиять. Причем тут есть... У арков уже есть Стратки с Бестиарием и Спирит Лоджем без Барака. Они заиграют просто ультракачественно. Зачем тогда гранты нужны арку? Вообще не понимаю, если есть Т2 Таурены. Поехали. Эльф. Бафают Стрелочку на первом уровне тоже. У Патмы. Снижают длительность Старфола. Но это как и было. Это быстрее урон со Старфола проходит. Это пофиг. Баф Стрелки в Мироре ее сделает сильнее. Ну везде сделает сильнее, но ее используют в Мироре. Вряд ли ее будут еще где-то в качестве первого героя использовать. А если ее используют в третьем, то все равно Стрелку не качают, потому что ей арбу покупают. Поэтому плюс-минус пофиг. Вот сейчас начинается грязь. Прям совсем жесть грязь. Кипер. Стоимость пеньков снижена со 100 маны до 85. То есть как собаки у Форсира. Зачем? А главное почему? И сразу же бросаем взгляд на следующие изменения. Регенерация жижи в Мунвеллах увеличена с 1.35 до 1.45. Короче, рассказываю. Всю жизнь регенерация была 1.25 маны в секунду. Они ее бафнули до 1.5 маны в патче 1.30. И это к чертям собачьим сломало баланс. Ильфы стали сломанной. И в самом последнем патче откатили этот баф Мунвеллах частично. Сделали 1.35. То есть всю жизнь было 1.25. 1.25. Потом сделали 1.5. И теперь они почти до этих же значений возвращают. 1.45. Еще и киперу пеньков бафают. Кипера первым героем играют по арку против арка по дефолту. И его играют против Хума часто. И его играть можно против Андеда. То есть в трех матчапах. Ну во всех матчапах по сути. И ему делают меньше пеньков на 15 маны. И при этом параллельно бафают Мунвеллы. Очень глубокий вздох. При этом они нерфят грейд Мунвеллом на Т3. Причем они не нерфят скорость восстановления Мунвеллов. Они нерфят максимальное количество жижи. То есть сейчас в Мунвеллах 300 маны максимум. После изучения этого грейда они перестают быть тракторными Мунвеллами. И у них становится 425. Плюс увеличивается скорость регенерации маны. Теперь скорость регенерации маны будет так же. Но при этом мана максимальная будет не 425, а 400. Ну то есть просто она быстрее будет до максимума набиваться. Это фигня. Вот это сильно. Это работает во всех матчапах. При любых стратах с любыми героями. Это просто забей. Ну и это сильно. А в сочетании это просто мое уважение. И отменили баф гигантов. То есть они предлагали им 6 лимита сделать. Вернули 7. Но вот это жестко. Очень глубокий вздох. Андеды. Вышку у нерубки меняют тип атаки с мели на пирсинг. То есть сейчас нерубка бьет тип атаки такой же, как у Гулили футмена. Они хотят применять на пирсинг. Соответственно она будет хуже пробивать героев, хуже пробивать танки. Лучше пробивать каких-нибудь Виверн Харасящих. Зачем? Почему? Зачем? Не понимаю. У нее все равно там урон копеечный. Что-то типа 10-11. Поэтому пофиг. Но непонятно зачем. Фростнова. У Лича длительность заморозки от Фростновы снижена с 4.6-8 до 4.5-6. На первом уровне остается такая же. На втором уровне на 1 секунду снижают. На третьем на 2. Это ультра ощутимый баф. Особенно против каких-нибудь тех же Виверн. Блин. Ощутимый нерф. Баф говорю. Нерф ощутимый. На первом уровне такая же. И уже со второго уровня. 1 секунда окей. Но 2 секунды. По героям так же работает. Это только по юнитам. Блин. Зато Криплорду снижают стоимость импейла на 10 маны. То есть сейчас 100 будет 90. Стоимость ульты у Лича снижают с 250 до 200. Это типа вам компенсация. Мы нерфим новую, но бафаем ульту. Ага. Спасибо. Гуль Френзи. Грейт на гулей. Стоимость. Во время изучения увеличивает 45 секунд до 60. Ну, все тайминговые атаки от Хапача идут одним местом. 15 секунд это много в Варкрафте. Не думайте о секундах свысока. 5 секунд, 5 секунд это много или мало. 15 это точно много. Ой, камон. Зато снижают стоимость сетки со 150 до 150 до 100. Это компенсация цвичная. Костяной завод. Стоимость снижается со 175 золота и 200 леса до 150 до 200 леса. Блин, вот теперь вермы заиграют. Проблема в вермов не в стоимости. Проблема в вермов в том, насколько поздно они появляются. На 25 золота дешево. Ну, это, конечно, качественная компенсация. Камон. Так, палку диспл они пока оставляют. Снижают у нее количество зарядов с 3 до 2. И снижают ее стоимость до 150. С палкой диспл, я говорю, пока сложно сказать, насколько это сильно будет или слабо. Это надо тестить. Это очень радикально меняет геймплей на андетах. Тут тяжело оценить влияние. Будем посмотреть. Длительность курсы проклятия у Бэнши снижают в 2 раза. Зачем? Почему? Отчего? Непонятно. Ой, ладно, потом подведем итоги. Нейтральные герои. Ну, и не только герои. Мана Шилд у Наги. Его стоимость активации снижает с 25 до 10 маны. Пофиг. Фаерлорд. Саулберн. Демодж редукшн. Увеличивает с 50 до 75. И увеличивает длительность по героям. Бафают первый спелл Фаерлорду. 75. Это жестко. Это вы, прикиньте, кидаешь на какого-нибудь блейда. И ему на 3 четверти режет атаку, а не на 2. Станет ли эта ерунда юзабельной? Хрен его знает. Ну, более юзабельной во всяком случае. Посмотрим. Она также будет диспеливаться. Не знаю. Айтем. Анков Ринкарнэйшн, то есть длительность заряда креста снижена с 7 до 5. Ну, пофиг. Вот это жестко. У перчаток скорости они теперь не 15% к скорости атаки будут добавлять, а 20%. Они и так неплохие. Они сопоставимы с когтями, а станут, наверное, даже сильнее когтей. 20% это много. Особенно некоторым героям, у которых, ну, важна скорость атаки. Например, Фаерлорду, чтобы быстрее пассивку настакивать. Ну, или там какому-нибудь АМК, чтобы баши чаще прокали. Это прям очень сильно. Это непонятно. Это непонятно. Крипы. Слип больше не таргетит героев. Слип дюрэйшн. Рун спида. Короче, это все на каких-то супер больших картах будет решать. Это пофиг. Мастер чейндж. А, это как раз то, общие изменения. Это то, что они сделали в последнем патче или что? Или это самые общие патчи? Это то, что последние изменения, я так понимаю. Да, добавленные, измененные, переработанные. А мастер это общее. Ну, окей, что мы тут пропустили? Ничего. Арки. А, ну да, то, что таурены доступны на Т2. Больше ничего. Эльфы. А, оставляю тут этот рафлан баф на баллисты. Это пофиг. Андеды. О, господи, господи. Гульфрензи атак спид бонус. А, все-таки нерфят гульфрензи атак спид. И оставляют то, что курса и крипл могут атаковать механических юнитов. Это нельзя делать, потому что танки работают только против андедов. И они как раз используются для того, чтобы контрить этот самый... Как его зовут? Контрить баньшей. У хумов не так много инструментов для борьбы с баньшами. Скроллов хилинг убирают. Ну да, меняют его на палку диспала. С палкой диспала посмотрим. Это очень интересное изменение. Но надо потестить на практике. Тут реально сложно оценить. Это прям такое радикальное. Это не у хилварда на 50 маны дешевле его сделать. Это прям сильно меняет механику. Потому что сейчас андеды привязаны к дистру. Просто ты не можешь играть без диспала. Мидвеган скорость увеличивает. Окей. Приятненько для некровагонов. Так, фростнова это было. Криплорд маны МПЛ. Больше ничего тут. Стоимость апгрейда на заморозку у зданий верман снижает на 50 леса. Ну все, теперь вермы точно заиграют. Это все перевернет. Ой, камон. Нитран. Фаерлорд вулкан. Нерфят. Очень важно. И наги бафают торнадо по скорости передвижения. Ультра важно. Ну и все. Мы вроде все посмотрели. Дурка полная. Это все взялось типа из предложений комьюнити. Ну какая же шиза? Я просто не могу на это смотреть. Вот это плюс Т2 Таурены, плюс нерфы андедов. Я расстроен. Блин. Лучший патч последний был по балансу. Мы наконец-то перестали видеть 5 эльфов в топ-8. У нас вот последние два турнира крупные, которые сейчас идут. На Олд Стар Лиге у нас в топ-4. Хэппи Лин, Романтик, Каха. На ВСБ, где не играет Хэппи, у нас за первое-второе место будут играть Фокус с Колорфулом. За третье-четвертое место будут играть Лин с Лабиринтом. Что они делают? Я не понимаю. Зачем? Зачем? Я надеюсь, что Рофл с Тауренами на Т2 все-таки не пройдет в лайф. Потому что вообще непонятно, зачем Гранты тогда нужны Аркан. Нахрена? И Мунвеллы нельзя бафать. Ильфам ни в коем случае. Это тоже, конечно, жестко. В общем, я расстроен. Ой, спасибо за внимание. Посмотрим, к чему это все приведет. В общем, я уже ничего не жду и ни на что не надеюсь. Не болеть.